Шалам броха! Приближается Пурим. Это потрясающий праздник, который весь еврейский народ отмечает каждый год, который сравнивается с Йом-Кипуром. Точнее, что Ализа объясняет нам, что Йом-Кипурим, что святость Йом-Кипура, она сравнивается с святостью Пурима. Умеется в виду, что Йом-Ке-Пурим Йом-Кипур — это день к, как Пурим. Винский год объясняет, что Йом-Кипур и Пурим — это два дня, которые комплектуют друг друга, они восполняют друг друга. В Йом-Кипур еврейский народ на уровне ангелов, мы потрясающе проводим себя весь день в синагоге, мы постимся, мы молимся. И где же, если это праздник, где же наша трапеза? Говорит Вильнюдский Гоайн, что наша трапеза именно в Пурим. Если это так, мы постараемся задать несколько вопросов, и мы в конце концов выйдем с что-то такой тайной, с секретом, с новым подходом к Пуриму, который Безрад Ашем даст нам новую перспективу, новую возможность, как использовать этот потрясающий день. В Талмуде, в Мегиле Хеомедбейс 5b сказано, что Он посадил дерево или какое-то растение, которое как-то было связано с радостью в Пурим. Сказано, что в Пурим желательно не работать, потому что этот день полный митцвод, но все, если у человека какая-то сделка, какие-то вещи, которые приносят ему радость, это разрешается. Получается, что Рубюда Анаси, неужели у него было время в этот святой день заниматься такими вещами, как сажать деревья? Конечно, это очень хорошо, и это дерево, может быть, связано было, наверное, чтобы из него сделали хупу или из него сделали какие-то бейтокнесы в синагогу, но этот день настолько святой, настолько особенный, мы весь заполнены множество заповедей, как же у него нашлось время, чтобы Нотто, Ниттия, Шелсимха, он посадил какое-то растение, связанное с радостью в Пурим. Постараемся дать объяснение, которое более показывает этот пневмюд, что скрывается за этим действием. Дальше Пурим радикально отличается от других праздников, потому что другие праздники, они будут аннулированы, уже они будут нерелевантны, когда после прихода Машеха, так как они связаны с избавлением из Египта, исходом из Египта, но когда будет последнее уже избавление, когда Машех, тогда это закроет уже по сравнению тот контраст последнего уже конечного избавления, поэтому другие праздники уже будут нерелевантны, но Пурим остается с нами. Почему это так? И последнее, пытаемся понять, в чем скрывается вот этот особенный секрет, особенная тайна Пурима, что сказано, что каждый, кто протягивает свою руку в Пурим, то закон в Шелхана Рух приводится в Аллаха, что нужно давать ему, мы не смотрим, не проверяем его, действительно он заслуживает этого или нет. В Пурим особенное наше поведение, что каждый, кто протягивает свои руки, это также относится к каждому из нас, ему дают. Почему это так? И как это работает? Начнем с самого-самого начала. Аризал говорит, он открывает нам, что в Пурим есть ор шелхохма, есть какой-то свет мудрости, свет ясности, который исходит не из этого мира, а из следующего мира, и он открывается в нам именно в Пурим. Что это значит? В Торе начинается слово берешит, бара и луким. В начале Ашем создает мир. В берешит, само слово начале переводится в, если вы откроете хумаш, есть особенный большой хумаш со многими объяснениями, есть таргум онкелос, перевод на онкелос и на арамейский, также есть таргум и там сказано, берешит переводится как бе-хохма. Ашем создает этот мир с хохмой, с мудростью. И также мы, на самом деле, говорим это почти каждый день, множество раз. В Браха, благословении Ашер Яцар, мы говорим Ашер бара бе-хохма, что Ашем Аши Йоцар бе-хохма, что Ашем создал нас с мудростью. Что это значит, что когда мы говорим Ашер Яцар, после как мы благодарим Ашема, что Он создал наше тело, что все, что нужно остается в нем, то, что нужно от него входит. Как говорит раби-рухам из мира, в Ашкеах мира, что в общем-то каждый раз, что человек сходил в туалет, ему нужно послать телеграмму, в те времена телеграмму родственникам, что Бору Ха-шем прошла потрясающая успешная операция. Все, что не нужно было в его теле, теперь все эти отходы, они вышли, он здоровый, он все функционирует хорошо. Каждый раз, когда мы выходим из этого, мы должны прыгать от восторга и радоваться, что наше тело так работает, с такой полноценной гармонией. Сказано в этой благословении Аши Йоцар бе-хохма. Почему именно там говорится, что Ашем создал нас с мудростью, а остальное Он не создал с мудростью? Все, весь этот мир, как уже сказано в Берешит, создан с потрясающей мудростью. И поэтому мы опять же идем еще больше в самую суть этого начала. Рамбан в своем комментарии на Тору объясняет, что этот мир был создан так, что Ашем создал сначала, он называется это Июли. Июли это частица какая-то, из которой Ашем создает ее в начале, и потом уже все остальное было создано, сформировано из этой малюсенькой частицы. Это можно объяснить как атом, как какая-то молекула. Это полностью соответствует теории Большого Взрыва, вопрос только теория Большого Взрыва, она там как бы не рациональна в том, что там нет объяснения, откуда взялся этот взрыв, если это была какая-то частица, которая могла быть сама по себе. Но мы знаем, как это произошло. Ашем создает это Ешми Айн, что-то из ничего, и оттуда уже создается весь мир. И сейчас с помощью науки мы видим это очень ясно, что действительно все, весь мир создан из атомов, молекул из той же материи. Это очень интересно, что не то, что стол, это одна материя, человек другая, камни это другая. Это на самом деле, если все это разобрать, разобрать, разобрать с микроскопом, мы видим, что это на самом деле в конечном итоге все одна и та же частица этой материи. Поэтому у нас в каждой вещи, в каждом творении, которое Шэм создал, внутри есть какая-то частица ки-душа, какая-то вот эта июля, какая-то частица этого света, которая кроется в этом создании. И она дает эту энергию, она дает эту силу ки-уму, потому что эта вещь может существовать. Как только она уже приходит к концу, тогда уже эта вещь больше не станет так же человека, так же его душа и так далее. Как пример этому мы видим, что когда Яков Авину, он рассказывает, что пора уже уходить от Лавана, он говорит, что мы видим, что Лаван уже даже не может улыбнуться. Он объясняет этим, что мы здесь находились какое-то время, долгое время, мы забрали все нецойцы, щелки душа, все искры, все эти частицы ки-души святости из этого места, что Лаван со своей даже всей фальшивостью и ложь, которую он символизирует, он уже не может выдавать из себя какую-то улыбку. Это значит, что мы здесь уже выполнили нашу миссию, мы можем идти дальше. И так тоже еврейский мир. Весь еврейский народ, который был изгнан, так как Мааша объясняет, что на самом деле, если это изгнание, это наказание, то у Ашам есть множество разных наказаний. Он именно выбирает это изгнание. В Геморре сказано, чтобы все гейрим, все люди, которые хотели на самом деле быть частью еврейского народа, и они хотели бы взять Тору, но их народ это не захотел, а Тора могла быть принята только всем единым народом, то именно еврейский народ находится по всему полушарию, по всему миру, чтобы эти люди могли примкнуть в лица еврейского народа. С другой стороны, тоже всякие души, которые в этом мире находятся, она тоже должна быть собрана, чтобы прийти к последнему тикуну, к исправлению этого мира. Поэтому в этом мире есть цура, есть форма, которую мы видим снаружи, и также есть что-то, что внутри. То, что внутри мы не видим, но мы знаем, что это находится, и это дает силу и энергию, и то, что каждая вещь может существовать. Поэтому в эта сила люди, которые хорошо разбираются в науке, часто бывает, я слышал, что многие пришли к религии, к иудаизму, поскольку они изучали атомную физику и так далее, они понимали, что такое атомы, что такое, как это работает, насколько это все в частицах, все заложено. В наше время мы видим, что такое ДНК, что такое информация, которая может на маленьком чипе, на маленьком электронном чипе, может, заложено столько много информации, видим, что такое косточка от апельсина. Это все показывает нам, что действительно, что этот мир был создан из какой-то малюсенькой частицы, и потом это все уже приняло какую-то форму. Но на самом деле все исходит изнутри. Теперь, в Сейдер-Хайом, в книге, которая приводится в Шелхан-Арух, цитируется, сказано, что любой человек, который говорит о Шер-Яцаре, благословении апостола, как он был в туалете, что он говорит это с кованой, с концентрацией, каждое слово обдумывая, что это значит, он никогда не заболеет. Сейдер-Хайом дает такое-то обещание. Как это работает? Почему, говоря это благословение, это может привести к тому, и должно привести к тому, что человек не будет болеть? Понимая, что Рамхал говорит дальше, что есть шесть тысяч каких-то частиц света, которые были распределены на шесть тысяч лет, и поэтому в этом мире шесть тысяч лет – это граница. Больше уже он существовать не может, потому что вот эти вот июли, вот эти вот частицы, которые дают энергию, дают этому миру эту силу существовать, они распределены на шесть тысяч, и это граница. Винский Гоинг также говорит, что сказано в Когелет, в Экклезиасте, что есть время строить, и все время разрушать, и все время радоваться, и все время плакать. Это время уже было предсказано, что будет время строить, это строить строительство храма, будет время разрушать, это разрушение храма. Если люди спросят, где же свобода выбора, как же так, если все уже предпределено, все уже известно, наша свобода выбора, где мы будем? Мы будем участвовать в разрушении храма, или мы будем участвовать в его строении? Будем участвовать в том, чтобы мир приближался к своему цикунду, к своему совершенству, или наоборот, мы будем это отталкивать и предотвращать это? Значит, хотя в природе, в этом мире уже заложено очень-очень много, и мы скоро увидим в каждом человеке так же, но наша свобода выбора заключается как, что мы с этим будем делать. Теперь, в известная часть Геморы, Талмуде, Нида, это трактат Нида, Тезайн, Омудбез, это 16б, сказано так, что в Айсумалах, этот ангел, который, Мемуна, который отвечает за рождение, за беременность женщины, он, его зовут Лайла, это его имя, он берет эту типа, эту капельку, и он приносит ее перед творцом и говорит так, и типа Зу, ма теле, из этой капли, что будет из нее? Какой здесь выбор? Гибр, охолош, он будет сильным, или он будет слабым, хохом, или типеш, он будет умным, или он будет глупцом, ошер, оони, он будет богатым, или бедным. Значит, у нас есть три вещи, сильный человек, или слабый, богатство и мудрость. Раша, оцадик, но будет ли он праведным, или будет ли он злодей, тут не говорится. Это каждый будет решать сам, как сказано, аколь бедэй шамайм, хуцмират шамайм, все зависит от небес, кроме страха перед небесами. Мы видим, что это тот июль, это то, что заложено уже в человеке, и если мы посмотрим вокруг, мы видим, в общем-то, есть люди, которые, у них заложено, что они более умные, и у некоторых заложено, что нет. Есть люди, которые у них, как бы, им, они преуспевают, все, что они касают, они предпринимают какие-то попытки, какой-то бизнес, что бы это ни было, у них успех, а другие, они преуспевают в том, что у них ничего не получается. Есть люди, опять же, которые сильные, естественно, по натуре, и которые слабые. Вопрос, насколько это можно изменить, если мы говорим, что ничего нового нет пред небесами, под солнцем, я думаю, что все, что здесь заложено, все, что в этом мире уже есть, то, что мне остается, это быть правильником или нет, это мое право. Остальные, остальные вещи, которые сопутствуют в моей жизни, которые, это, как объясняется, они больше как левушь, больше как одежда моя, как я буду в этом мире себя проявлять, это, есть ли какой-то шанс их изменить. также есть какие-то качества у человека, насколько этот человек может их, если люди, которые более радостные, они более какие-то, у них есть такая жизнерадостность, они более позитивно смотрят с оптимизмом на все. И если есть люди, которые, как бы, если они не ворчат, если они не жалуются, это уже, уже большой уровень для них. Насколько это тоже можно человеку как-то на это повлиять, изменить или нет, это уже тоже все заложено в том, что это типа, эта капля уже было решено, что с ней будет, и такое есть, и такое я буду. И поэтому мы, как говорится про Эв Незра, Эв Незра, он был известен, он сказал, что что бы с ним ни было, если он был потрясающим, мудрым человеком, и в науке, ну, естественно, в Торе, его комментарии на Вестанах, но его беднота, это было что-то, что преследовало его с начала до конца. Он сказал, что если я начну производить тахрихим, это одежда для мертвых, тогда люди перестанут умирать. Он говорит, что все, что бы он ни делал, рассказывается интересная история про то, что когда он был в Египте, то Рамбом, он его очень-очень уважал, и он хотел как-то ему помочь. Он видел, что он не принимает никаких подарков, но он хотел ему помочь. И он решил, что после того, как любые какие-то попытки как-то сделать так, чтобы у него были какая-то парносабль, какой-то заработок на жизнь, они увенчались безуспешно. У него была новая идея. Он знал, что Эвнездра идет очень-очень рано в синагогу перед восходом солнца. Он решил, он просто положит небольшой клад по пути, прямо на дороге, где он будет идти. и больше там никто не проходит, и он сможет, он это найдет, и там нету никаких симоним, нету никаких знаков, что это нужно отдать кому-то, и это город, где большинство неевреев, поэтому это будет действительно принадлежать ему. И так он и сделал. Он положил этот мешочек с золотыми монетами по пути, где Эвнездра постоянно проходил, и он спрятался и смотрел, наблюдал, как это, что произойдет. И он увидел, что Эвнездра, когда он повернул на эту дорогу, он идет, 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 и он вот просто переступает через этот мешок. Он как бы делает один шаг, а потом числяешь. Это было досконально, как бы, возможно было объяснить, как он мог переступить это. Каждый человек увидел это. Это был большой мешочек. Мешок. И он не сдержался рамом перед, после молитвы, он подошел к Эвнездре и спросил его, а что-то произошло, что-то утром, как-то он пытался из него допытаться, что, что, ну, как-то можно было объяснить, что произошло. Эвнездра ответил ему, что утром он решил работать над своими Биркаса-Шахар, благословения, утреннее благословение. Он сказал, что я считаю, что у меня недостаточно благодарности, когда я говорю по кейхе ивреям, что Ашем открывает глаза слепым. Поэтому, когда я шел в синагогу, я решил идти с закрытыми глазами. Вот так вот я шел. И когда я пришел в синагогу, я открыл их, и я чувствовал, что Ашем действительно это такой подарок. Поэтому, естественно, он ничего не видел. Поэтому после этого рама уже сдался, он больше не пробовал это как-то изменить. Но вопрос теперь, как это благословение и как Ашем Яцар Бехохма, то, что мы говорим, что человек, Ашем создал нас с этой мудростью, как это, то, что я буду это говорить с каваной, как это, эти слова помогут человеку, что у него будет полное здоровье. И потом возвращаемся к Пуриму. У нас есть три разных объяснения, кто такой Хахам, кто такой мудрый человек. Самое известное из них это в Перкиавод изучение отцов сказано «Эйзахахам халомит меколь адам» Тот, кто учит от каждого человека это мудрец. Другое в Талмуде в Тамид Рапшимон говорит, что «Аройя санойла» Тот, кто предвидит следующее, будущее, он видит следующий шаг, как в шахматах, как в других вещах, ты видишь твое поведение, твои действия, к чему они приведут, тогда ты считаешься мудрым человеком. В другом месте сказано «Эйзахахам макир эс мекольма» Тот, кто знает свое место, он знает то, что Ашем дал ему, то, что заложено это хахам, он не постоянно думает, что у него нет, он знает, что у него есть и этим он старается свой потенциал привести его к максимально использовать. Теперь, в другими словами, если мы видим, что у человека заложено много вещей, то как же можно требовать от человека, чтобы у него была радость и симха, если мы видим, что у некоторых людей вроде бы этого нет, это, если это не заложено, то видно, как сказано в Торе, что Ашир, что ты не служил Творцу с симхой, с радостью, это такая, это очень серьезно, это страшное проклятие, это последствия тому, что если человек не служит Творцу с симхой, с радостью, но если это заложено во мне, если у меня такой характер, у меня такое качество, как можно требовать от меня, чтобы я действительно изменил, в корне изменился, вот такое есть, это же, это уже было до того, как я рожден, уже было решено, что во мне, что мне заложено, что во мне нет, также праздники, мы знаем, что Суккот, Пурим, это все связано с радостью, мы знаем, что Бриско Рав, это заявил Соловейчик, из Бриско, он говорил, что если вы хотите узнать, что это за человек, какой человек, как он будет, посмотрите на него первые восемь дней, когда он рождается, первые восемь дней, он говорит, что мы видим, что, какой у него будет характер, если он с ними кричит, значит, он будет больше кричать, он может быть, будет хазаном, он может быть, будет певцом, но если он более спокойный, значит, он спокойный, уже потом нас, нас, вот это воспитание, так называемое, или наша среда, она на нас очень действует, но вот в самое начало мы видим еще, как это чисто, вот это чистый ребенок, он показывает, кто он на самом деле есть, но тоже часто дети, на самом деле, они очень радостные, они очень, у них натурально, у них от природы, они довольны, да, они могут быть, покапризничать, и так далее, но на самом деле, их нормальное состояние, это радость, да, в наше время бывают исключения, но это, если их не испортит, если их не сдавить, то обычное, нормальное состояние ребенка, это радость, я помню, я рассказывал про моего хорошего друга, у которого была автокатастрофа, его погибла его жена, его дочка, было около года, и он даже не был на похоронах, потому что он был в больнице, после этого он вышел, Мойши Левенберг, он сказал, была специальная, вся Ешива пришла, и выступали в Большей Раввине, также он сказал, что он хочет выучить, что он может сказать о своей дочке, которой было меньше года, он сказал, что можно научиться от нее, что она всегда радовалась, она всегда была, всегда была в хорошем настроении, и также еще одна вещь, что она постоянно тянулась к чему-то, даже если было это очень далеко, очень высоко, это как у детей, она постоянно стремилась к этому, чтобы это достать, и также он говорит, что каждый человек должен стремиться, даже если мы чувствуем, что это как бы выше нас, это очень будет, очень подходит к Пуриму, это как Басия, дочь фараона, она потянулась, это было далеко, это было нереально достать, колбельку с Мойши Рабейну, этот маленький кораблик, но она потянулась, и поэтому она действительно добилась, того, что она спасла Мойши Рабейну, человек должен тянуться, он должен стараться, если у него есть это желание, это есть это движение, тогда уже Ашем может его сделать то, что оказалось было невозможным. Другими словами, хохма, то, что мы сказали, если Ашем создает этот мир с мудростью, это значит, есть какое-то полное совершенство, в этом гьюли, в этом то, что заложено в нас внутри, когда мы говорим, благословение Аши Йоцар Бехохма, что Ашем, ты создал меня с этой мудростью, это есть в этом совершенство, я признаю, я вспомню, у меня есть реализация, что Ашем, ты создал меня полностью, как, и тогда, в самом начале, там было все хорошо, если у человека нету, у Хасвашал, у меня нету руки, не дай Бог, тогда он не может молиться, что у него была рука, потому что в этом, это руки уже в этом июле, в этом его клетке, в этой его капле уже не было руки, там что-то было недостаточно, но если у него болит рука, тогда он может сказать, Ашем, но когда это было в самом начале, там было все полноценно, поэтому это было бы хохма, это было полностью полноценной мудростью, поэтому мы говорим, также мы упоминаем в этом благословении, мы говорим, Ашем перед тобой, перед твоим троном, твоей чести. Нигде в благословениях мы не говорим о троне чести. Мы говорим, что Ашем, та хохмаз, который ты создал мне в самом-самом начале, вот эта капля, там еще, когда ангел меня поставил перед тобой, там было все совершенно, там было все хорошо. Это было перед твоим троном. Поэтому, когда у человека есть эта реализация, он говорит это благословение, как это нужно делать, тогда у него может все вернуться, и все те болячки, все те плохие вещи, которые могут к нему потом приклеиться, этого не случится, потому что он постоянно себя возвращает к этому источнику, к тому состоянию, где было действительно все близко к совершенству. Теперь сказано, что Балшемтов, он мог вылечить людей, которые были полусумасшедшие, или совсем, или тем, что он их возвращал, бхохма, он возвращал их к тому источнику, где все еще было хорошо, где они, до того, как они прошли весь этот тяжелый свою жизнь, тяжелый мир, тяжелые свои испытания, у него была возможность как-то вот это вот вернуть, вернуть, вернуть человека туда, откуда он пришел, и там у него все было, бешлеймус, полная гармония, полное совершенство, там, когда он их соединял с этим, тогда, опять же, они, это исцеляло их. Сейчас к нашему большому секрету Пурима. В Пурим, как мы начали, Аризал говорит, что открывается этот цвет орхахма, этот цвет этой мудрости, который не из этого мира, и поэтому здесь мы можем достичь чего-то, что даже больше, чем наш Юли, даже больше то, чем, что в нам заложено. Это то, что Рэби сделал, Рэби Нота Нитешил Симха, он посадил растение Симха, этой радости, значит, что каждый человек, мы посмотрим, как, он может сделать то, что Рэби сделал. Рэби, Талмуд можно учить Альдарах Пшат, как Тагалаха, который выходит из него, но также Альдарах Сот, по тем тайнам, которые заложены. Рэби здесь нам открывает не только то, что нам разрешается делать некоторые работы в Пурим, он тоже говорит, что это было Нитешил Симха, можно заложить в себе вот эти вот новые дерева, новое растение, которое может дать нам что-то, что в нас не было до этого. В этот Юли, который, может быть, там не было Ашируд, не было богатства, не было мудрости, не было силы, и сейчас, в этот момент, в Пурим человек выходит на этот свет Ор-Хохма, который выше этого мира, и там у нас совершенно другие правила. В Симха, да, это получается, что, если человек хочет достичь вот этого, открыть для себя этот свет, как это сделать? И это именно с радостью. Когда человек радуется в Пурим, и это начинается, сказано, что Аризал говорит, что в тот момент, когда начинается читаться Мегилат Астер, когда говорится благословение Алмикра Мегилла, в тот момент, когда говорится Алмикра Мегилла, открываются небеса, Рупшим Шаминкенс говорит тоже, такая шефа from благословения, такое изобилие, просто это тонны, тонны, тонны благословения, которые опускаются с небес, и человек только должен это попросить, он должен к этому связаться. Его кли, этот сосуд, который мы для себя это можем получить, это наша радость. Сказано, что еврейский народ получает тору, БЛП, устную тору мы принимаем из-за нашей авасанес, вот этой вот любви, которую мы почувствовали, когда мы видим, что Кашем спас нас, как вся эта Мегилат Астер, где не говорится, ни разу не упоминается о Творце, и мы на самом деле, мы открываем Мегилат Астер, это легалот, открыть Астер, Астер это хестер, это скрытое, мы Мегале Астер, мы открываем Творца, мы видим, мы сами к этому подходим. Это то, что дает нам потрясающую двейку, потрясающую близость к Творцу, это авасанес, это приводит к нам безграничные радости. И когда мы это чувствуем, когда мы это понимаем, и здесь через радость мы можем достичь вещей, которые, в общем-то, мы не заслуживаем. Как это работает? Мы видим, что в Астер Амалка, мы знаем, что хотя не упоминается имя Творца во всем свитке Астер, но когда говорится Мелах Ахашвирош, Царь Ахашвирош, это Ахашвирош. Когда говорится Мелах, просто Царь, это также Мирамес, это тоже есть тут намек на Творца, на настоящего, на Царя Царей. Царь спрашивает Астер, спроси, что ты хочешь, я дам тебе до половины царства. Говорят, Мефашим говорят, комментаторы, что тоже здесь, если, если Ахашвир говорит, мощь рабына, например, оставь меня, не трогай меня, я разрушу еврейский народ. Мощь рабына понимает, если Ахашвир говорит, чтобы я его оставил, а я могу молиться, я могу чего-то достичь. То же самое здесь. Ахашвир говорит, что до полцарства ты можешь получить. Имеется в виду, что я могу получить даже все. Это, как говорится про Аарон Акоин, Аарон Акоин, он не заслуживал в каком-то смысле Элишевы Бас Аминодов. Его жена является Элишевы Бас Аминодов, дочка Аминодов, сестра Нахшин Бена Аминодов из принца колена Иуды. И человек, как Аарон, мог добиться Элишевы. Также каждый человек, он есть времена, есть специальные возможности, когда человек может достичь вещей, которых он, они не были заложены в нем, и он, как бы, как сказать, перепрыгивает. И вот этой радостью, эта радость, это именно этот клей, этот сосуд, который мы можем это получить. Почему? Потому что этот, мы понимаем, что этот праздник, он, 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 на самом деле, из следующего мира. И вот этот свет, также он из следующего мира. Поэтому также, когда будет уже следующая эра, следующий период времени, после того, как привод Машех, этот праздник будет еще с нами, потому что он сам находится, этот, этот спальный свет, он оттуда и есть. Как пример, рассказывается история про коржницу Магет, что у него был один ученик, один хасид. Этот хасид, в его доме была страшная беднота, эта, эта бедность, уже не было, почти не было еды, и приходит, пришло время Пурима, и он сказал, что я, как я могу поехать к моему Рэбе, у меня даже нету для него мишлахмонас, нету подарков, которые принято приносить на Пурим. Он ужасно расстроился, но потом он решил, он, несмотря на это, он поедет в коржницу, к коржнице Магет, даже без подарков, даже когда у него нету ничего, у него дома ничего нет, но просто даже увидеть его, это стоит того. Он приезжает в коржницу, он входит к Рэбе, ему стыдно, ему тяжело, ему неприятно, Рэбе зовет его к себе, он усаживает за стол, он его кормит, он его поит, и он подбадривает его, и после этого он, этот хасид, он чувствует, что надо, 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 надо как-то все-таки сегодня Пурим, сегодня мы все переодеваемся, сегодня мы можем быть не тем, кто им есть, все думают, что я бедный, может быть, я на самом деле не бедный. Он входит в магазин и говорит, что с такой уверенностью, говорит, что дайте мне еды в кредит, у меня как бы сейчас нет денег с собой, и начинает прикладывать, и хозяин магазина видит, что это, наверное, какой-то человек действительно с деньгами, он не то, что просит у него взаймы, или просит как-то дать какой-то благотворительности, он уверен, говорит, хорошо, записывает все в кредит, также находит другой магазин, в другую лавку, набирает большое количество еды, берет самую лучшую из них, заходит обратно в корницу магат и дарет ему эти шлахмоны, эти подарки, и корница магат комментирует на это, говорит, аси табе хохма, он говорит, ты сделал это с хохмой, ты сделал это с мудростью, это именно вот эта мудрость, с которой мы говорим. Он решается домой и начинает петь афрехан пурим, ну, семья решила, что он, видно, уже совсем поехал, потому что какой пурим, какой у них, нечего кушать, они выходят, они смотрят, их папа привез целые мешки с едой, с питьем, достаточно для всей трапезы, для шаббат, они потрясающе рады, начинают целый пир, и он себя чувствует как настоящий, как богатый человек, как человек с честью, с радостью, и так они отмечают это вместе своей семьей, в конце трапезы они слышат небольшой стук в дверь, они открывают, там такой старик, весь избитый, в крови, они помогают ему зайти, оказывается, это, это они еле-еле могут узнать, это их сосед, получилось, что так, что у соседа был сын, сын, и он как-то связался с какой-то нехорошей девушкой, и эта девушка, они приехали к нему в дом, и она постоянно со всей клеветой, с какой-то ядовитыми разными вещами, она его натравила на своего отца, и постоянно это дошло до того, что сын избил своего отца и выканул его на улицу из его дома, они его приняли к себе, они помогли ему, но, к сожалению, через пару дней он уже был при смерти, и как это должно было быть, он рассказал им, что про какой-то клад, который он знал, что есть, он слышал о каком кладе в лесу, сказал, где он, и они едут, и действительно, они его находят, после этого у него, он разбогател, и он возвращается в кожниц, заплатить за все свои долги, во все эти лавки, и он входит к кожнице Ребе, к Магаду из кожниц, и говорит, кожница Магад ему объясняет, что смотри, ты пришел ко мне, это был, это был, выглядел как будто бы сегодня Тишабиав, 9 авгу, и с таким настроением, с таким подходом ничего бы не вышло, поэтому я постарался тебя накормить, развеселить, и так далее, и ты сделал именно то, что тебя полагалось сделать, ты стал, ты почувствовал себя как Ашир, как богатый человек, как честный человек, и ты развеселил всю свою семью, и ты сам был полностью радости, и именно тогда ты смог именно взять вот это сеглатайом, взять вот это, то, что этот день дает, потому что ты показал себя, что, что ты чувствуешь себя, что у тебя был этот кли, у тебя был этот сосуд симха, это радости, который тогда Ашем смог запомнить. в этот день, если человек даже не чувствует симхон, не чувствует какой-то радости, он может сказать, что я такой, я больше закрытый человек, я скромный человек, я не могу, это не я, но в этот день мы переодеваемся, у нас есть маски, у нас есть маскарад, мы именно показываем, что мы можем быть не тем, какой я, мы можем выйти из себя, мы можем добиться человека, который считает, что его молитва выглядит очень сухо, очень ясно, очень четко, вот так, в этот день он может молиться со слезами он может он может качаться может прыгать он может совершенно себя по-другому вести и если ты это чувствуешь прекрасно если ты это не чувствуешь то ты можешь делать в этот момент раз киилу как будто бы ты чувствуешь как будто бы ты радостный как будто бы ты и ты твоя молитва совершенно другая молитва потому что в этот день он он это не шекер то не ложь это Нет, что же ты прикидываешься, ты имитируешь кого-то. Нет, если ты хочешь, ты желаешь этого, ты стремишься к этому. Как сказал Робовик Миллер, он сказал очень хорошо, он говорит, что нужно всем лгать. Нужно лгать твоей жене, твоему мужу, что пусть он думает, что я хороший муж. Пусть мои дети думают, что я хороший папа. Пусть мои коллеги, мои друзья думают, что я хороший друг. Я всем помогаю, я всем я радостный. На самом деле я нет. Но все пусть думают, потому что, как говорится в сейфахинах, нашими действиями они повлияют на то, что наше внутреннее состояние, наши качества, они меняются. Пурим, это работает с огромнейшей, ну, вне пропорций. Значит, у нас есть два условия. Это симха, это радость, это действительно чувство, такая эйфория. И другая, это ахтус, это единство еврейского народа. Мы видим, что этот праздник, он отличается именно тем, что у нас, мы заботимся о всех наших бедных, заботимся о всех наших близких. У нас огромнейший пир, мы переодеваемся, нету никаких разниц в иерархии, у нас нету кто-то больше, выше. Мы все едины, мы дарим подарки, все кушают друг у друга. Это именно показывает это единство еврейского народа. И весь этот ойцер, весь этот клад, весь эта сокровищница, из которой Гошем дает нам, опускает все это обилие, оно идет из этого клада единства. Здесь такое особенное место в небесах, это единство еврейского народа. И оттуда идет все это шефа и броха, вся эта обилие, все это благословение. Потому что у нас есть радость друг за друга вместе, нет никаких разделений, никаких споров и никаких трений. В Йом-Кипур, да, как мы сказали, это человек получает это благословение, это обилие по лифи мааса, по его действиям, по его, что он заслуживает. Пурим мы получаем даже, если мы чего-то не заслуживаем. Если мы обращаемся к Творцу, То, кто открывает свою руку, протягивает руку, мы даем ему. То же самое здесь, с молитвой. Конечно, во время трапезы, Гошем сидит рядом с тобой. Это мы, если в Йом-Кипур, мы стараемся быть как ангелами. Сейчас Гошем не хочет, чтобы мы были ангелами. Если бы мы были ангелами, он бы нас не создал людьми. Гошем хотел, чтобы мы были людьми. В Пуре мы как человек, и мы кушаем, мы пьем, мы радуем. Мы радуемся, мы дарим подарки. Это именно показывает, как человек, и его радость. Мы видим, как Гошем управляет этим миром, Именно в скрытом создании. И это в каком-то смысле выше Йом-Кипура. Еще одна вещь, которая, в общем-то, парадоксальная. И это непопулярное мышление наше. В Пуре мы даем подарки для бедных. Почему это называется матанод левьоним? Подарки для бедных. Почему называется цедака? У нас есть известная митцва, обязательство давать благотворительность. Почему? В Пуре это называется матанод, подарки. Цедака, благотворительность, это в переводе благотворительность. Это что-то какое-то благо, это делать что-то хорошее. На иврите, на лошенакойдешь, цедака это цедак, это справедливость. В каком-то смысле иногда в Израиле бывает, что бедные приходят к тебе, не требуют от тебя, чтобы ты дал им эти деньги, эту благотворительность. В каком-то смысле они требуют, потому что действительно это справедливость. А это принадлежит им. Если даже как-то их мазаль, их в душе, где-то внутри, они чувствуют, что действительно это то, что полагается им. Поэтому они могут требовать это. Ты дашь им полщайка, они могут тебе бросить это обратно. Говорят, нет, что это такое? Это цедака. Это что-то, что уже принадлежит им. В Пурим это Матонос, это подарки. Почему цедака это в каком-то смысле лучше, чем Матонот? Потому что если человек... Почему этот мир был создан так, как говорит Мисалат и Шарим, путь праведных? Ашем хочет нам дать максимальное удовольствие. Максимальное удовольствие мы можем получить только, только если мы заслужили что-то. Мы заслужили что-то, мы получаем это, мы работали над этим, поэтому мы можем максимально этого наслаждаться. Если это подарки, это Нагамады Кисуфа, это хлеб стыда. Мы не можем полностью, мы знаем, что это, в общем-то, мы не работали над этим, мы не старались, мы не заслуживаем этого. Поэтому цедака, это приходит им, потому что они это заслужили. Это им полагается. Матона нет, это подарок, я не должен тебе ничего. Я делаю тебе подарок. Почему это так? Потому что Пурим, опять же, как мы сказали, это уже выше. Тут нет никакого стыда. Это уже мы прошли этот мир. У нас совершенно другие отношения с Творцом. Мы сидим за ним столом. Мы не какой-то как рабочий, как какой-то раб, как исполнитель, который должен заслужить что-то. У нас совершенно другие отношения. Также наши бедные люди, они чувствуют себя по-другому. У нас полное единство, у нас полная гармония. Поэтому можно давать матонод, и там нету буша, там нету стыда, там нету вот этого неприятного чувства, что я не заслужил этого. То же самое с нами. Если человек говорит, что Ашем, я хочу, чтобы у меня была заработка какой-то, обычно человек знает, что Ашем, он хочет, чтобы у него был заработок. Это что-то, что он в каком-то смысле, он надеется, что он заслуживает этого. Я могу попросить этого. Вот человек хочет детей, человек хочет жену, мужа, и он хочет других каких-то, достичь каких-то целей, которые ему кажутся рациональными, кажется что-то, что он действительно заслуживает этого. Он может попросить этого творца. Человек может попросить, что я хочу быть миллиардером, я хочу быть как Рабхайм Каневский, я хочу быть это, это не заслуживает, это вообще, это что-то гораздо выше. В Пурим ты можешь это просить. В Пурим можно просить, и ты можешь получить это, потому что сейчас другие правила. Ты идешь совершенно, у нас другие отношения. Кола пощет, я отношусь темно. Мы даем каждому бедному, не спрашиваем, он заслужит или нет. То же самое с нами. Ашем, мы знаем, у тебя есть все. У тебя достаточно для всех. Поэтому в Пурим человек может попросить любые вещи, независимо от своих заслуг. И закончим известной историей с Хавацхаймом. В Радине было очень лебедико Пурим, очень радостно Пурим. И все исполняли эту митцву, что пить до того, как ты не знаешь разницы между Мордохой и Аманом. Один из ребят, опять же, выполнил эту митцву как следует. И он, когда Хавацхайм проходил через Ешиву, он встал перед ним, он сказал, что он не пустит Хавацхайма, он не даст ему пройти, пока он не обещает ему, чтобы Хавацхайм обещал ему, что он будет сидеть вместе с ним в Ганейден, в раю. Что он будет соседом Хавацхайма в раю, чтобы Хавацхайм сейчас Пурим, в этот момент ему обещал это. Хавацхайм остановился, он посмотрел на него, сказал ему, ты обещаешь, что с сегодняшнего дня ты не скажешь ни одного слова лошанары, ты будешь смотреть за своей речью, ты не скажешь ни одного плохого слова. Этот молодой парень, насколько бы он не был пьян до этого, он полностью протрезвел, и он подумал и он не смог ответить да, он не смог на себя это взять. И Хавацхайм с большой жалостью и с огорчением прошел дальше. И он говорил сам, он потом прокомментировал, он сказал, что у человека есть шанс, у него был шанс, если бы он взял это на себя, то действительно это было бы так, но он это не взял на себя. Я думаю, что эта история не просто так, что это случилось в Пурим, потому что в Пурим человек действительно может изменить себя, он может прыгнуть на какой-то другой уровень, он может взять что-то, что он, этот молодой парень, он не заслуживал быть Хавацхаймом, даже если бы он действительно взял это на себя навсегда, это все равно, это его жизнь наверняка не была бы, нельзя было сравниться с Хавацхаймом, с его ганейдом, но он был бы его соседом там, если бы он это взял на себя. В Пурим это возможно. Есть два человека, которые идут вместе, но один человек сделает еще один шаг, а другой этот шаг не сделает. Через мгновение тот человек, который сделал этот шаг, он будет совершенно на другом уровне, а человек, который не сделает шаг, он не будет. Разница, потому что там был лифт, человек зашел в лифт, и он оказался наверху, а тот не сделал этот, и до того момента они были одинаковы, но этот экстра шаг, этот еще один шаг, в этом была вся разница. То же самое здесь. В Пурим каждый может соблюдать все митсвот, все дадут шлахмонос, подарки, бедным подарким друзьям, будет трапеза, будет миглат эстер, каждый будет слушать, но тот человек, который сделает вот этот еще один шаг, он будет реализировать о том, что мы говорили, он возьмет это к сердцу, он будет стараться, он видит вещи, которые ему не хватает, которые неважно заслуживают это или нет, но это что-то, к чему он стремится, он думает, что это поможет ему Кавадат Хашем, это поможет ему во всем, он может просить все у Творца, он сделает этот еще один шаг, он окажется совершенно на другом уровне. Кавадат Хашем, Фрейлихен Пурим, и успеха во всем. Счастливо! Фрейлихен Пурим, Фрейлихен Пурим, Фрейлихен Пурим, Фрейлихен Пурим,